Привет, Гуля. Это Гуля. Откуда ты приехала? С России. В общем, родом из Киргизии. Ну, приехали непосредственно откуда, где живёте? С Москвы. Я только сейчас про это узнала. Скажи, пожалуйста, как ты вообще нашла Давида? Ну, вообще нашла, когда диагноз нам поставили, начала искать какие-то выходы в интернете сама собой. Он несколько дней так искал вообще, что это такое вообще, как это. Но потом он начал искать лечение. Ну, когда начали искать лечение, всё время в интернете почему-то аутизм излечил и БРДАВИК выходил. То есть самостоятельно нашла? Да. Сначала не поверила, а потом, когда уже там контакты нашла, позвонила. А в каком возрасте диагноз поставили? Часто 3 года 8 месяцев. Поздно, довольно таки, да? Вот. И я так понимаю, ты дистанционно с Давидом проводили его сеансы, да, дистанционно работали. Из чего вы условно начали? Ну, какой был ребёнок? Состояние какое? И как долго вы проводились эти сеансы? И что ты замечала, что менялось? Ну, мы вообще около двух лет с Давидом проводили сеансы. Но в начале первые 3 месяца я практически не видела. А потом раз такие скачки. Раз что-то убиралось, что-то добавлялось в смысле развития. Там что-то убиралось с симптомом. Ну, вот такие как бы. А какие были симптомы от самого начала? Ну, очень, во-первых, у нас речи не было. Вообще, ну, пару слов только знал. И то, вот, мы его просто научили. Не использовал. Да, он вообще на имя вообще не отвлекался, речь вообще не понимал. У него короткий был этот рацион, ел только определенные продукты. Вообще фрукты, овощи вообще не ел. На детей вообще ни на что не отвлекал. Ну, не реагировал. А на улице у нас только один маршрут был. Мы должны были поехать или куда-то. Можно это в автобусе или там на трамвае или на автобусе. Все. В детские площадки вообще. И когда мы на улицу ходили, я как с ним, как наручник вот так, за руку вот так ходила, как на поводке. С ним невозможно было. Он взрывался с рук, убежал куда угодно, короче. Вообще ничего не понимал. А игрушки вообще не играл. Тоже вот так пучковал и разбрасывал так, чтобы по комнате, чтобы они разбрасывались. Вот так. Много чего у нас было. Руками все время. Либо уши вот, руки вот там, возле ушей все время держал. Особенно на улице какой-нибудь сена, или там животное увидит, или там какой крик, все. Сколько сейчас стану? Сейчас уже, так, 6 лет и 10 месяцев. Ты мне сейчас говоришь, честно говоря, как будто про другого ребенка. Я вот это вижу. Ну, на самом деле, дистанционно у нас очень много изменилось. Речь, конечно, пошло, как бы поведение. Ну, вот с сентября мы начали ходить в подготовке в школе. Он отличается среди нормальных детей, среди здоровых детей очень сильно отвлечается. Но, тем не менее, большой прогресс у него, да? Читать, писать все умеет. Он сейчас уже все. То есть, ты здесь в центре БРДВИД сейчас какой день? Считай, неделя? Да, у нас две недели уже. А, уже две недели, да. Скажи тогда кратко, до приезда, то есть, ну, какие такие яркие моменты, что конкретно ярко изменилось за период дистанционного лечения и потом расскажешь, что именно здесь. Вот, за период дистанционного лечения. Дистанционного лечения. Ты говорила несколько месяцев, как бы ничего не происходило, а потом скачками, да? Да, скачками. До приезда вот сюда, за два месяца, он очень много чего-то добавил, очень много слов там, начал правильно составлять предложения, какие-то вопросы начал задавать, которые раньше он вообще не задавал. А здесь тоже, вот, буквально на четвертый день, я такие изменения у него видела, что он, а когда, а куда, а зачем, с кем. Вопросы начал задавать, да? Вопросы начал задавать, да? Интересоваться. Да, и очень много там. Утром вставал, на третий день я уже не заметила, что утром вставал. Доброе утро, мама. Ну, здорово, со мной. Класс, да. Это поймут только родители таких деток, реально. Да, и это, как бы, очень много слов. Там, едем в автобусе, говорят, мама, смотри, какая красота, вот так, прямо у нас это, ну… Прям эмоции проявляют, да? Прям эмоции он начать проявлять. С детьми, вот здесь очень, ну, на глазах меняется, как бы, ребенок. Я вот, прям, вот это чувствую. И он, прямо, раньше детей во мне вообще не подпускал. Он на них даже вообще внимания не обращал. А тут он вместе играет, там, делится. У него с рук схватывают, ну, берут. Ну, как-то так, нормально реагирует. Раньше он на них кидался. Он маленьких детей вообще не подпускал себе. Он только на них кидался, и обижал, и бил, ничего только не делал. У нас, я сколько с ними разговаривала, у нас никогда не получилось. Он еще здесь начал самостоятельным. Он уже ко всем специалистам сам заходит. Сам раздевается, сам ложится. Все знают, что сейчас будет делать. Здоровается со всеми и прощается, и спасибо говорит. Совсем другой ребенок. И быту тоже самостоятельно, да, стал больше? Да, да. И дома тоже. Мама, можно? Если раньше говорила, больше я сам делаю, и сам делаю, а тут он сам. Мама, я сам. Мама, я сам. Вот. Я сам, слово. Что сам начал новое делать? Ну, например, начал посуду мыть попросился. Ну, первый раз. Ну, он один раз это сделал, или потом начал повторять уже? Ну, первый раз сделал, потом ему понравилось. Второй раз он попросился. А третий раз он, наверное, не понравилось. Я думаю, не хочешь посуду мыть. Ну, он пошел, помыл. А, ну, то есть по просьбе мамы все-таки помыл, молодец. И вот, когда с отеля возвращаемся, он всех детей ждет, всех по именам знает уже. И даже маму, и папу даже знают. И он идет, стучит в соседние номера, как бы, в отеле. Здорово. Я вообще даже не знала, когда он пошел туда, когда бы он вернулся. Не, ну, на самом деле, это очень здорово. Для того, чтобы, наверное, оно было более красноречиво, надо немножко бастона снять. Наверное, чтобы люди увидели его, да? Ну, ладно. Я вообще не ожидала, что вот такие. Еще у нас начала форма черепа меняться. На четвертый день я сначала не поняла, это что-то, ну, как бы, как это, типа, как углубление появилось на макушке, короче. Может, мне кажется, или что. На второй день смотрю с другой стороны, потом третий день и так, начала отпускаться, надо сама отпускаться. Теперь немножко такой бугорок остался. Бугорок. Сзади, да? Да. А если он мне сказал, ну, доктор Аркадий сказал, что у него внутричерепное давление, когда я у Иса спросила, она сказала, что у него давление уходит, и вот кости черепа вставляете на место. Я поняла. То есть, оно идет как распирание отнутри тоже. Да. Ну, вообще, у него череп как квадратный, что ли, вот такой. Ну, а сейчас как-то оно более-менее не такое стало. Ну, очень сильно заметно. Даже вот кто здесь родители, вот они тоже заметили, на самом деле, что он. И вот родители тоже заметили, что он сегодня совсем другой уже как бы с детьми. Прямо на глазах. Не, ну, я на самом деле искренне рада за то, что такие изменения прям. Нет, я сама, ну, я ожидала меньше, но получаю больше. Ну, это здорово. Слава Богу. Дай Бог, чтобы дальше все было быстрее, быстрее, чтобы он в школе не отличался от обычных деток. Да, да, да. Чтобы не было, по крайней мере, чтобы было ему просто там с детьми коммуницировать, чтобы оно со временем все вышло как бы. Да, вот еще и Иссефа попросила там с квадрата, с треугольника и с круга домик нарисовать. Раньше он все время, мама, два месяца, чтобы я ему за руки брала и рисовала, а тут он сам. Сам нарисовала. Знает, получается, инициатива проявляет, творческая, да? Да, да, да. Как довольно меньше. И вот у нас раскраска не было очень сложно. Он линии не знал, он раскрашивал очень сильно. Мы здесь сейчас, ну, в отеле занимаемся, ну, как занимаемся. Во-первых, он стал усидчивым. Он пока все не раскрашит, он не встает, не уходит. Раньше минимум, там, одну часть, там, какую-то часть домика, там, или часть деревьев мог покрасить, и все. А тут, пока всю книгу не покрасит, он не встает. Ну, усидчивый стал, на самом деле. Иссеф тоже бы сказал, что он усидчивый. А тут я смотрю, прям, целую книжку, а книжка-то вот такая. Вы с собой брали книжки? Потому что тут немножко такие, они по-другому все наоборот. Ну, нет, с собой брали. С собой брали. И то, что задание давали, тоже с собой мы взяли. У него как-то легче получается сейчас. И насчет поведения. Вот я с ним, ну, как сказать, договариваться, вот легче стало. Раньше мог и стелить, все время ныть, там, что это хочу. А сейчас я и говорю, что вот это нельзя. Давай завтра. Хорошо, все, соглашается. И как-то идет, не знаю, намного легче стало. Я вот больше, вот из родителей, больше всех мы гуляем. Потому что он, ну, ведет себя нормально, там, уговаривать, там, договориться, он легче стало. Поэтому больше всех гуляем мы, наверное, здесь по городу. Вот так. Спасибо большое, Гуля, что поделилась информацией. Мы еще снимем бастон и приклеим к этому видео, да. Спасибо большое. Я желаю вам, чтобы все-все побыстрее наладилось. Спасибо. Спасибо. Пока. Говори. Что уговорить? Ты мне только что говорила, что, ну, начиналось то, что бастон практически бился головой, да? Да, он бился головой, об стенку бился все время. Или меня вот так возьмет головой прямо вот так. А потом, когда он начал говорить, ну, уже речь когда пошла, он очень часто на головные боли жалость. Вот даже перед тем, как сюда приехал, все роман, голова болит. Ну, многие детки либо бьют себя по головке, либо головка бьется. Да. Вот после того, как сюда приехали, он перестал жаловаться, чтобы голова бьется. Оказывается, это черепное давление такое. А про сказки еще скажи. Ты Ясеф и ставила медитацию? Сама делала медитацию и сказки Ясеф. Да. Вот расскажи вот этот момент, как изначально Бастон слушал эти сказки. Да. Бастон, ну, он вообще не слушал. У него же речи, ничего понимания не было. Я ему наушники одевала, прямо на него садилась и руки держала. Он вообще... И сколько тебе хватало? Ну, сколько вот сказка закончилась, столько и... Высокая минут она? Ну, потом он, когда сказки начинал слушать, он начал засыпать. Вот там, через пару минут, там, через 3-4 минуты или... Потом он просто засыпал и все. А потом он сам проснул, спокойно лежал, а потом, видимо, что ему легче становилось или что, начал понимать. Он сам просился. Когда уже речь пошел, он уже сам искал. Какая сказка ему нужна? Да. И он его наушники одевает, через 3-5 минуты он отворачивается и сразу засыпает. Все, и спит. И когда даже я с работы поздно приходила, он сам ждал меня. Допустим, до 11, в 11 часов прихожу, он меня ждал все же. Он говорил, мама, сказку хочешь? Вот, я ему сказку пока не поставлю, он не спит. Поставлю сказку, одевает наушники, все, отворачивает и сразу засыпает. Ну, как-то вот так он был. И на этих сказках он очень сильно менялся. Видимо, вот, действительно, ему легче становилось, поэтому он легче был. Понял, да? Сам понял. Ну, видимо, там заложена определенная сила, поэтому, когда дети прослушивают, это идет как извлечение. На самом деле, сказки очень много слушать. Каждый день, там, год-полтора, где-то больше. Вот, видишь, ты сказала Цепер Яночну Владику ставь, потому что как-то так на этот еще аспект не обратила внимание. Это, на самом деле, очень рабочее. Ну, Исафа сказала, что они лечебные. Они именно лечебные для детей. Все, спасибо, Гуль. Субтитры создавал DimaTorzok